Всем привет, с вами Эмбра, это у нас мод Millennium Dawn для Hearts of Iron 4. Понимаете, в чём дело? Сколько лет я уже хойку эту записываю, но я ни разу не запускал этот мод. Вообще ни разу. И, конечно же, в видео и стримах ничего такого не было. А с экономикризис мы знакомы давно. Но, эти моды, они сильно отличаются. Не только то, что здесь вот время другое, но и сам геймплей, механики. Всё это отличается. И поэтому этот мод достоин, чтобы его тоже мы рассмотрели на канале. С механикой, конечно, сводится не так-то уж здесь и просто. Да, я здесь поверхностно всё это дело рассмотрел, чтобы на старте не тупить. Но всё же я нуждаться буду в ваших советах, если вы будете писать её в комментариях, я буду очень благодарен. Вообще, что я мог сделать? Я мог сесть там, допустим, за Россию, за Германию, за другие сильные страны и сидеть просто, разбираться в механиках. Да и за них не так то, что и было бы сложно играть. Но я обычно поступаю как с новыми модами. Я сажусь просто за слабую страну, у которой могут быть большие проблемы. И так мод просто лучше усваивается. Поэтому я решил выбрать Сирию. Итак, Сирия. Да, конечно, ситуация сейчас у неё не такая уж и плохая, как в нашем времени. Сейчас 2000-й год. В принципе, не так уж и всё и плохо. Тем более, мы здесь даже оккупировали Ливан. Но с ним, конечно, вопрос нужно будет решить. Это такое себе событие. Но, в общем, пока, в принципе, всё с ней нормально. Но она не такая уж и сильная, как здесь некоторые страны другие. Поэтому интересно будет. Но, что я хочу сделать с этой Сирией? Я хочу привести сюда к власти националистов. Да, было бы, кстати, прикольненько привести сюда Бушеру. Это самый старший ребёнок, Хафезль. Нашего текущего пока что правителя. Так вот, проблема в том, что она женщина. Это было бы, кстати, необычно. Но здесь, в любом случае, нам воевать придётся много. Выборов здесь также очень много. Неизвестимо от того, что мы здесь выберем по партии, воевать в любом случае нам придётся. Это всё дети у нас Хафезы, асады наши. Но можно даже вообще было изгнать этих хасадов. Но, почему я хочу привести к власти националистов? Во-первых, здесь у нас открывается блок фокусов, который могут открыть только националисты. Без них он закрыт. А это очень сильно нам расширит геймплей. Здесь возможности много интересных, которые я хочу попробовать. И националисты усложнят нам игру. Помимо того, что мне придётся разбираться в этой экономике, в этих всех механиках, мне придётся ещё разбираться очень-то хорошо, постараться, в войсках. А они здесь запутаны, ну, примерно как в экономик-кризисе, да. Конечно, мы сейчас страна маленькая. Мне вот интересно, я сел за Россию. Какие у неё там были войска? Какой был у неё там салат? И, кстати, что здесь интересно, можно использовать вертолёты. The New Order у нас так не получилось их использовать. Вот хотя бы здесь давайте их поюзаем. Они, кстати, очень даже неплохие. Организация 86. Конечно, воздушные атаки у них... Ну да, они больше штурмовые, то есть по земле работают, понятное дело. Так вот, националисты. Но в чём дело? Националисты не значит, что мы здесь будем захватывать всё подряд, мы будем прямо радикалами туда-сюда. Нет, конечно же можно. Но мы можем быть авторитарной страной и при этом иметь отношение, постараться с многими странами хорошие. То есть это вполне себе можно сделать. То есть задружиться даже можно с Америкой, будучи националистами. Ну там, конечно же, уступки туда-сюда. Здесь есть такая вот механика влияния. На нас вот влияет неплохо так и Россия на 32%. Это Иран также, Хезболла, Китай, ну и там Египет помаленьку. То есть даже будучи какой-то авторитарной страной, можно подружиться с демократической, просто прогнувшись под неё. Вот таким вот образом. Вот. Но через это тоже играть интересно. Через влияние как-нибудь попробуем, но было бы вообще интересно играть через влияние, чисто через влияние. То есть особо даже войска свои не используя. Но для этого нужно быть большой, сильной страной, либо же постараться сильно над своей экономикой. Пока что я хочу именно сыграть через националистов. Вот. Ну и в комментариях вы, конечно же, напишите, какой вы хотите видеть Сирию. То есть мы будем максимально радикальными. Или же мы будем, ну, жёстко настроены по отношению к нашим врагам, но при этом мы будем, как бы, адекватно себя вести на мировой арене. Да и ещё, как мы будем, допустим, относиться к религии. То есть мы будем опираться на неё, или же как-нибудь на культуру, национальность. Либо вообще у нас будут какие-то другие цели. Напишите в комментариях своё мнение, мне будет интересно его узнать. Но пока что давайте начнём. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Поехали. Насчёт, вот, строительства. Давайте-ка гражданскую промышленность будем делать в Дамаске. Четыре фабрики у нас всего лишь. Но, знаете, на нас влияет неплохо так Россия. Если на нас страна влияет, да даже если не влияет, в общем, мы можем инвестировать в наших соседей. То есть, допустим, можно выбрать гражданскую фабрику и взять инвестировать. И вот мы получим деньги, а, как бы, вот эта сторона получит фабрики. Ну, конечно же, мы деньги тоже отдадим, но, как бы, больше получим всё же. Вот. И было бы неплохо, если бы мы, вот, хорошо так подружились с этой вот Россией, раз уже влияние у нас с ней на приличном таком уровне, мы бы поработали с ней насчёт улучшения нашей страны. Хотя, может быть, мы изменим свой вектор. Вообще, можно, на самом деле, даже и с Израилем сделать союз, и с Египтом как-то вот так вот. То есть, выборов много, но мы будем опираться на события, как бы. Ладно. Теперь давайте к фокусам. Пока что мы не можем здесь правоприемство выбрать, потому что у нас должен умереть Хафес Аль-Асад. В нашей истории он умер 10 июня, если я не ошибаюсь, 2000 года. Сейчас 1 января. Но здесь в игре он может там или раньше, или позже умереть. Вот. Как-то уйти в отставку, не работать, потому что там придёт преемник. Не тот, который нам нужен. Пока что, сейчас, давайте-ка разберёмся с Ливаном. Мы его оккупировали, но это ноша. Очень даже такая большая для нас. Продолжение оккупации Ливана негативно сказывается на экономике страны. Мы должны решить, как справимся с будущим Ливана. Поехали. Я думаю, то, что играя через националистов, мы будем всё же, как бы, более-менее жёстко поступать. Поэтому думаю, то, что Ливан стоит, как бы, к себе интегрировать. А вот по исследованиям, здесь в этом моде всё очень даже так красиво расположено. То есть, даже вот с первого взгляда понятно, чё да как здесь нужно изучать. Мозги не путаются. И я взял здесь вооружение 75-го года. Изучаю его, потом будем идти дальше. Также наше производство прокачиваю вот таким вот образом. И... нет, здесь я ничего не брал. Ячейк вроде как много, но чё-то как-то не хватает. Ну и само по себе у нас здесь исследование, оно на очень низком уровне находится. Коррупция нам мешает. А она находится на 9-м уровне. То есть, это плохо. Первый уровень, это когда хорошо. 2-ты когда плохо, следующий этап это парализующая коррупция. Плюс в том, что это даёт нам политическую власть. Ну конечно. Хоть какой-то бонус от коррупции у нас здесь имеется. Власти да. А вот вот эти вот дебафы, это страшно. И на войска, и на экономику, и на промышленность на всё просто влияет. Поэтому я хочу от этого на самом деле избавиться. Хотя, будучи авторитарной страной, коррупция тут может быть просто неотъемлемой её частью. Но, кстати, по экономическому циклу у нас сейчас стабильный рост идёт. За политласть мы можем каким-то магическим образом это просто усиливать даже. Вон оно как. Стоимость обновления, конечно, стоит денег. Не только политласть, я смотрю. Зато бонусы, бонусы очень даже вкусные. Тут и налоговое поступление увеличивается скоро, строительство, конечно, не сильно, плюс 90. А вот когда оно падает, это уже неприятно. Сейчас, по нашей экономике, наши доходы отстают сильно от расходов. Мы тратим много сейчас на оборону. А также на образование. Кстати, образование у нас жрёт больше всего бюджета. Фига себе, думал оборонка. А не. Причём, значительно так больше. Ну, как-то образование опускать не хочется, на самом деле. Хотя у нас такие минусы к исследованиям, что мы даже, может быть, даже не почувствуем этих минусов, если вдруг опустим образование. Ну да. Стоимость, конечно, очень даже высокая. Поэтому желательно, конечно, опустить. Иначе будем влезать мы в долги. Чем больше долг, тем нам больше предлагают процентную ставку. Потому что мы становимся более, так сказать, опасны по кредитованию страной. Поэтому нам предлагают кредит под больший процент. Вы видите, то, что он постепенно у нас здесь растёт. А деньги постепенно падают. И когда они доходят до нуля, мы берём долг. Поэтому... Не, конечно, можем, допустим, обратиться к России. Слегка подзабито нашу экономику. Ну, или просто, если я не разберусь, как её поправить. Я могу обратиться к России и просто попросить её выделить нам денежек. А мы влияние, как бы, её здесь распространять будем. Вот. Как-то бороться с иностранным влиянием, я думаю, нам не стоит. Потому что, во-первых, это стоит полет лазить, которой у нас нету. А во-вторых, влияние может, с какой-то стороны, нам даже и пользу приносить. Хотя я уже говорил, это в плане денег там, или в плане инвестиций. Но там, скорее всего, ещё много чего есть, о чём я ещё не знаю. Ливан просит долговую помощь. В Ливане долговая проблема стала настолько острая, что у них практически нет шансов ни погасить её, ни даже выполнить текущие процентные платежи. Учитывая реальные возможности банкротства, в отчаянных обстоятельствах лидер ливанского народа отправился в Сирию, чтобы просить о помощи нас. Он просит нас рефинансировать большую часть их долга по низкой процентной ставке. Если мы это сделаем, это успокоит других заинтересованных кредиторов. Резко сократит кредитную зависимость в Ливии, сделав их большой долг управляемым. Хотя мы потеряем от этого деньги, они откажутся в серьёзной зависимости от нас. Но шерпление на них возрастёт в 4 раза. Можно новые займы предоставить, либо же не можем такое сделать. Смотрите, в чём дело. С Ливаном мы как планируем разбираться? Я планирую его интегрировать, возможно, такая у нас будет сделать это по фокусам. Поэтому как-то разбираться в его экономике я не считаю вообще нужным. Потому что наша цель его к себе присоединить. А уж как-то помогать его экономике нет. Нам скорее выгодно её подопустить, чтобы больше стало причин Ливан к себе присоединить. Поэтому нет. И денежек у нас тут тоже особо нет. Нам бы кто помог с этим долгом-то. Сейчас просто влияние, как видите, большое. 48% вот мы оказываем на Ливан, поэтому обратилась она именно к нам. Хотя Хезбол вряд ли бы как-то помогла с долгом. А вот Иран 12%. Можем, кстати, мы здесь влияние распространять дальше. Защиту нашего влияния проводить. Можем подорвать авторитет других ведущих держав. Или защитить их неизвестимость от иностранного влияния. А также можно манипулировать политикой. Мы будем использовать наше влияние, чтобы повысить ваши перспективы и вашу правящую партию в Ливане. Если наши идеологи будут различаться, то отношения между нами пострадают. Угу. В итоге, если влияние будет очень большое, то страну можно просто взять и подчинить. Вот таким вот образом. Иран. Запрашивает торговое соглашение. А, ну вообще да, мы с Ираном по сути-то дружим. Я, кстати, сейчас не сильно планирую отходить от политики, которая была задана изначально историей вообще. Поэтому, допустим, с Ираном я никак ссориться не буду, потому что сейчас причин нету. А уж потом посмотрим, как история поменяется, как изменится наше мнение о странах и тому подобное. Сейчас, кстати, я увеличил количество войск в Ливане. Нам необходимо укрепить безопасность Ливана, увеличивать число военнослужащих, которые мы там размещаем. А сейчас я еще хочу передислоцировать ливанскую промышленность к нам. Некоторые из ключевых отраслей промышленности Ливана следует перенести в Сирию для обеспечения безопасности и недопущения использования каких-либо заводов против Сирии. Опа. А Владимир Путин, кстати, избран президентом. Посмотрим, как он. Посмотрим, да, интересно. Да. Так, мы здесь получим гражданскую промышленность в Латаке. Неплохо так. И олигархи улучшат мнение, кстати, о нас. С безразличного на одобрительное. Но олигархов поддерживать это, конечно, без этого никуда. Повышенное доверие потребителей. Последние условия сирийской экономики показали потребителям, что сейчас идеальное время, чтобы тратить деньги и делать вложения. Люди скупают товары, как никогда раньше. Прекрасная новость. Опа-на. У нас был стабильный рост. А теперь он у нас стал быстрым. И стабильность, скорость строительства увеличивается. Это очень даже хорошо, слушайте. Следующий этап, это экономический бум. Но это было бы вообще, конечно, офигенно. Что-то не верится, что мы к этому вообще можем выйти. Но вот, кстати, здесь мы интегрируем Ливана. А вот что делать с Хазболлой, вот этой вот, вопрос. Потому что от нас она никак не зависит. Она дружит очень сильно с Ираном. Вот, здесь помощь Ирана туда-сюда. Ну, в принципе, не думаю, что она будет сильно здесь мешать. Тем более, она на нас оказывает влияние 4%, как-никак. А к нам, кстати, пришли дипломаты Хазболлы этой. И Россию, вон, тоже приехали к нам. Мы даем право прохода России. Ну, с Хазболлой, в принципе, дружим, поэтому нормально. Она, в конце раз, будет отделять слегка здесь от Израиля, вот этого. Владимир Путин переизборчу. Опять так быстро, что ли? Ого, время летит. Но это все те же выборы. Понятненько. Окей. Мы, кстати, на Россию тоже можем влияние распространить свое. Но какой в этом смысл? Что мы там с этой Россией будем делать? Какое наше влияние там может быть в этой России? Ну, пока полетлась, кстати, накопилась, я думаю, что-то попрожимаю. Но, после передислоцирования ливанской промышленности, я буду инвестировать в Ливан. Хотя, наверное, стал наброс сначала это, потом вернуть все. Короче, проведу я инвестиции. Здесь у нас в Ливане появится гражданская промышленность, одна ячейка. Потратим, конечно, мы деньги в большом количестве, но эту потом гражданскую промышленность мы себе получим обратно. Так, смотрите, Хафес Аль-Ассад умирает. Эм, 24 июля. Да, он прожил подольше. Реальная история, он 10 июня умер. Здесь 24 июля. Сегодня утром во время телефонного разговора с премьер-министром Ливаном, Хафес Ассад скончался от сердечного приступа. В Сирии объявлены 40 дней траура, а похороны Хафеса состоятся через 3 дня. Он будет похоронен в мавзолее в своем родном городе Кардаха, рядом со старшим сыном Баселем. Или Баселем. Я вот, ребят, не знаю, как здесь ударение правильно ставить, поправляйте меня в комментариях, буду очень благодарен. Совет должен объявить о своем преемнике. Так, теперь сейчас у нас что в итоге получается? Что это такое? А, понятно. Пока у власти у нас никого нету, Ливан мы тогда чуть-чуть сейчас отодвигаем на второй план, нам нужно решить весь вопрос вот этот вот. Потому что правительство нужно сейчас поставить. Угу. Это мы знаем. Но сначала мы об этом узнали, потом уже на весь мир это разлетелось. И вот новости к нам вернулись. Выходим мы сюда в Махера этого. Самый младший сыновей Хафеса Махер имеет многолетний опыт работы с сирийскими военными. Несмотря на то, что он, по некоторым сведениям, сильный военный, это то, что необходимо для того, чтобы Сирия оставалась сильной. Значит, он станет лидером партии «Национализм». Бонусы здесь у него, кстати, очень даже вкусные на войска. Тут скорость дивизии, атаку дивизии. Так что тут очень даже хорошо. Асад, он более мягкий, на самом деле, правитель. Вот со всеми отношениями здесь улучшает. Конечно, оппозицию он чистит. Ну, какой бы ты мягкий ни был, страна-то соответствующая. Верный брак. Ну, видите, скоро стремится. То есть, ну вот именно вот Махер, он прямо на войну идет. Окей, выходим в него сейчас. Россия, пакт о ненападении? Ну, вообще, я на Россию нападать не собираюсь. А пакт не вечный. Он там же на время ставится. Поэтому, пока он действует, пускай. То еще Россия на нас нападет. А ради улучшения отношений там можно поражать. И торговое согла... Вот, торговое соглашение с следующим нам пришло. Хезбол о пакте о ненападении. А вот, слушайте, насчет них я пока еще не знаю. Я до конца не определился. Конечно, мы с ними шииты, если опираются на религию и тому подобное, на отношения наши между странами, то да, тут, он Азербайджан тоже шиитский. Мы прям друганы-друганы. Но я не знаю, что будет дальше. А как-то вот так здесь конкретное решение принимать я пока в первой серии именно не хочу. Со второй уже будем более-менее так серьезно к этому относиться, что я хочу в первую очередь мнение ваше выслушать и обдумать все это дело. Насчет, кстати, денег. Да, давайте мы все-таки снизим наше бюджетное образование. Да, здесь, конечно, интересные бонусы. Но денег мы тратим очень много. Если мы загоним себе очень большой долг, у нас начнутся проблемы. Поэтому я хочу думать об этом заранее. Конечно, сейчас у нас расходы снизились, но что-то я смотрю, не очень сильно. Мда. Соцобеспечение 0,051 миллиард. А вот на оборонку мы тратим 0,04 копейки. То есть у нас сейчас содержание очень большие расходы на оборонку. Расходы тотальной войны, нифига себе. Но при этом денег-то особо она не забирает у нас. Катастрофа подводной лодки Корск. Мы надеемся, что с русскими все будет в порядке. Ну, какие бы наши сильные расходы бы не были на эту военку, у нас просто нет военных заводов, понимаете? Абсолютно их нет. Просто офигеть. Ладно, я думал, хотя бы один военный завод все же... Ну нет, вообще нет. Конституционная поправка, кстати. Нынешняя Конституция в Сирии требует, чтобы президенту было не менее 40 лет. Это полная чушь. Возраст не должен быть пределом. Кроме того, изменение Конституции не имеет ничего общего с тем фактом, что возраст нашего нынешнего президента ниже возрастного предела. Политлазь, кстати, плюс 200. Я думаю, пока что лучше политлазь нам тратить на снижение коррупции. Да, частенько коррупция является неотъемлемым фактом диктатуры. Но все же я хочу быть очень даже принципиальным таким вот диктатором. То есть не ложить болт на население, на окружение свое. А вот как-никак хотя бы все же снизить ее ради экономики, ради страны. Я думаю, следует. Хотя политлазь пока растет, ее можно подкопить, а потом уже снижать, начать. Потому что сейчас пока эти бонусы мы вряд ли почувствуем. Да, на самом деле, скорее всего, так лучше поступить. Пока дают бонус на политлазь, лучше этим попользоваться. А потом, когда эти минусы реально будут нам сильно мешать, тогда уже, наверное, следует опускать эту коррупцию. Но стоит это, конечно, дорого. То есть по 315, это дофига уйдет. Тут, кстати, у нас же этот махер, он является проиранским правителем. Но, да, конечно, нам уже здесь заранее установку дали. Но потом, мне кажется, что все это может поменяться. Но пока что, да, мы действуем проиранским, на самом деле. Потому что по союзникам здесь все очень плохо, а вот он сам ближайший к нам. А, кстати, здесь Израиль. А он приснил к себе Палестину. Я так и не понял, каким-то образом он провернул. Здесь, кстати, все на английском. С этой страной пока не работали переводчики. Республиканская гвардия – элитная военная ветвь в Сирии. Мы должны возвысить их прежде всего для обеспечения безопасности сирийского общества. Республиканская гвардия – единственная группа, подходящая для управления Сирией. Здесь поддержка нашей партии вырастет. А также получим и сирийская рабская армия, которая даст прирост националистов. Дело в том, что сейчас у нас у власти националисты. Вот только поддержка их всего лишь 20%. Заявление 99. Опа, это что такое у нас? Группа из 99 представителей интеллигенции опубликовала заявление о политической ситуации в Сирии. Теперь, когда Хафес ушел, они требуют прекратить чрезвычайное положение, освободить политических заключенных, разрешить депортацию и изгнание, а также обеспечить свободу слова и собраний. Мы получили сообщение о том, что после опубликования этого заявления сформировались так называемые политические форумы, на которых единомышленники обсуждают политику в частных домах. Так-с. Интересно. Ок, был Клинтон переизбран. Что мы будем здесь делать? Если мы освободим, нейтралы получат прирост популярности братья-мусульмане, тоже получат 10% популярности. Эти революционные элементы должны быть подавлены. Да, мне нежелательно, чтобы здесь другие вот эти вот силы политические набирали популярность, потому что наша сейчас популярность, она очень низкая. Понимаете, в чем дело, да? Поэтому я все же прожму сюда, вот в минус политлайз класс. Ну, а дальше пока идти я не буду, разберемся мы с Ливаном, потому что он дает нам вот этот вот нас дух, который снижает прирост политлайз и фактор военобязанного. Величина налога, кстати, 10% и стабильность минус 10%. Тут, чем больше, кстати, у нас налоги, тем мы получаем меньше фабрик. В свой доступ, в свои руки. Можно, кстати, все это повышать или понижать. Количество сирийских граждан, присоединившихся к экстремистским группам на восстании. Все больше радикально настроенные молодежи в нашей стране присоединяются к салфийским джахадистским группировкам, которые стремятся свергнуть наше правительство. Мы игнорируем эту растущую террористическую угрозу на свои страх и риск. Террористы становятся сильнее. Так, угроза терроризма увеличена. На самом деле, сейчас я прокачиваю вот эти винтовки, прокачиваю промышленность просто наперед. Дело в том, что сейчас у нас ее просто нету. Вот в чем дело. Эти винтовки, я думаю, то, что можно пока что убрать, поставить микропроцессоры, выйти сюда вот. Да, это будет, мне кажется, поважнее пока что и пополезнее. А пока, ну это, да, пока что просто буду изучать наперед. Ну вот бонусы стоит взять. Не знаю, скоро ли у нас появятся военные заводы. Ну, кстати, их можно строить уже. Дострою сейчас я вот эту единичку гражданской промышленности и буду делать военные заводы. Хотя бы чуть-чуть, но все же нужно сделать. Ну, не думаю, что чуть-чуть хватит, чтобы всю нашу армию нормально так пополнять. Потому что здесь у нас, ну, прям техника дорогостоящая на самом-то деле. Но я смотрю, состав дивизий, она, ну, полная. То есть у нас эта техника есть. Можно как-то ее там закупить или получить в дар, например. Так, кстати, вот эти вот силы Коц у нас сейчас сидят. Они давали, что значит ежедневная новая поддержка. Новая поддержка. Ну ладно, в общем, это у нас дисфракция, три штуки. Мы силы Коц уберем просто и поставим. Вот что я уже говорил, сирийская арабская армия. Это я не понимаю, в чем суть. Хотя, скорее всего, может быть, они дают правящей партии прирост. Та вроде нет, ни черта не дают. Странно. Ладно, окей. А, кстати, смотрите. Демократия-то растет. Из-за того, что три прозападных соседа. Ни черта себе, они даже это проработали. Офигеть. Не, ну молодцы, конечно, разорвать. Из-за того, что у нас есть соседи-демократы, ну или прозападные страны. В общем-то, у нас из-за этого идет влияние этих самых стран. Просто пассивное. И из-за этого растет, кстати, западная идеология. Прямо так и называется. Ну, с Ираном... Ладно, давайте тоже пакты о ненападении сделаем. Пускай будет. Пакты не вечны. Их даже разрывать можно раньше времени. Поэтому ничего страшного. Если вдруг придется с Ираном повоевать. А пока мы сотрудничаем, нет смысла отказываться. Поступают сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции сокращает размер своей миссии в правительстве Сирии. Иранские силы Куц, давние друзья Махера, не подтвердили и не проверка эти сообщения. Однако ожидается, что Махер сам сделал объявление об изменении в ближайшие дни. В течение многих лет иранские силы Куц консультировали и обучали лучших военных, чиновников и представляли правительству Сирии ключевую разведывательную и тактическую информацию. В более старом интервью бывший командующий армии заявил, что Куц сообщает важную часть нашей военной стратегии. И что многие наши военные победы опирались на большое оперативное преимущество, представляемое КСИР. Реакция на улицы неоднозначна. 67% населения не уверены в том, как последние изменения повлияют на них. Только 12% поддерживают недавнее сокращение. А остальные 21% против. Кто должен заполнить их отсутствие? Фракция заменена. Так, у нас здесь теперь фракция сирийской арабской армии. Странно то, что мы сейчас проиранский правитель, но вдруг фракцию иранскую мы просто берем и устраняем. Это очень странный, конечно, момент. Но здесь, кстати, бонусы интересные. На авиабазу, кстати, скорость строительства. А самолеты у нас не вон в каком количестве, я сейчас их поставлю. Это, кстати, 4 вида истребителей. Просто истребитель, многоцелевой истребитель, ударный истребитель и легкий ударный истребитель. А можно бомбардировщик хоть один? Ну пойдет, на самом деле. Они многофункциональны, можно хорошо так подстраиваться по ситуации. Заявление 1000. Похоже, революционное движение не остановилось. Сегодня было опубликовано заявление 1000. Сейчас оппозиция требует отмены однопартийной системы с независимостью светской судебной системой. Также было несколько демонстраций против правительства в крупнейших городах. Сделайте шаг вниз и принесите демократию. А, Тадамахер уйдет в отставку и у нас все планы поменяются. Так ведь? Угу. Понятненько. Костарство Сирии выполнит фокус цветы Дамасской весны. Это фокус у нас, я так понимаю. Вот этот вот. Да. Можно, конечно, привести у нас Асада, который вообще прозападный. Ммм. Либо вообще их изгнать. То есть, переставить наш политический ландшафт, свободные выборы, это сильно радикально для нашей страны, мне кажется, будет. Не, от планов своих я отказываться не буду, поэтому арестуйте заговорочков и разгоните демонстрантов. У нас, может быть, гражданская война с шансом 20%... Фух. Не, вот это... Точно нету? По всей Сирии прокатилась волна протестов. После смерти предыдущего президента Хафеза Асада народ требует более открытого и демократического правительства. Нынешний президент Майфер заявил, что эти демонстранты являются не более чем революционерами и агентами иностранных держав. И к ним будут относиться как к таковым. Интересно. Так интересно, конечно. У нас гражданка не случилась, а шанс был 20%. Во, весело было бы, а? Мы вообще потеряли бы нашу боеспособность и долго поправлялись. Хотя, чтобы поправляться, нам нужны военные заводы. Там можно покупать технику, посмотрел снаряжение, очень много там функций, но это все деньги. Это все деньги стоят. Но, кстати, что я думаю? Можно взять экономический бум. За политласть. Но и за деньги, кстати, тоже. Стоимость 5 миллиардов. 6 миллиардов в этом как-то много, что ли? Да, мы за больше налогов будем получать, но мы столько налогов не получаем. И то увеличение особо нам не даст прироста, поэтому не. Невыгодно это очень. Пусть само увеличивается. Так, а вот теперь, что я хочу сделать? Убить премьер-министра Ливана, да? Премьер-министра Ливана Рафик Харири является откровенным критиком сирийской оккупации. Было бы лучше, если бы он еще с поля зрения. Хотя это наверняка вызовет возмущение в международном сообществе. Даже если сможет замести наши следы. Угу. Окей, давайте посмотрим, к чему это все приведет. Кстати, там сейчас случилась у нас катастрофа 2001 года в Америке. Тот самый террористический акт. И начинается, в общем-то, у нас сейчас насилие. Угу. Совсем скоро здесь и американцы будут отовмешиваться во все эти дела. И мы станем, естественно, одной из ключевых их целей. Тут есть такое дело. Америка атакована сибирской язвой. Ничего себе. ФБР обнародовала информацию о деле Америтракс. Сирий попыток убийств используем писем, зараженных спорами сибирской язвы. Начавшийся вскоре после террористической атаки на восточном побережье. Среди получателей писем был лидер большинства в Сенате США Том Дэшилл и сенатор Вермонта Патрик Лихи. Пять человек погибли. ФБР еще не опубликовал информацию о каких-либо потенциальных подозреваемых. Террор продолжается. Так, убийство Рафика Харири. Сегодня, когда премьер-министр Ливана выходил из парламента в своем кортеже, при проезде мимо гостиницы Сент-Джордж взорвалась бомба в автомобиле. Харири вместе с 21 человеком погиб в результате взрыва. Еще 220 человек получили ранения. Ответственность за это нападение взяла на себя группа Насров и джихад в Большой Сирии. Ранее неизвестная организация. Многие считают, что за этим убийством стоит сирийское правительство, поскольку Харири был откровенным критиком их оккупации. Лидер Хазболы Хасан утверждает, что нападение было организовано Израилем, чтобы заставить Сирию покинуть Ливан. Ужас. Ужас. Господи. Дальше, что мы делаем? Я хочу заменить Гази Канана. Гази Канан возглавляет сирийскую разведку в Ливане с 1982 года, и он является ключевым активом в сохранении и контроле. Однако сейчас необходима свежая кровь. Мы вспомним Канана и сделаем его главой управления политической безопасности Сирии. В Ливане Канана заменит и возместитель Рустем Газилех, восходящая звезда в разведательном обществе. Вот. И после этого я планирую выйти в интеграцию. А хотя здесь нужно будет еще выполнить урезание политических свобод. Да. И потом уже можно будет сюда вот выйти. Насчет терроризма. Там есть целая вкладка, где подробно все это описано. Но это мы уже все рассмотрим в следующей серии. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте, пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик и включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео, оформляйте спонсорку, чтобы получить крутые бонусы, а также играйте в мультипиарные партии или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде по ссылкам в описании. Ну что ж, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр. До встречи.